Музыка Студенты, школьники и абитуриенты довели мастерство изготовления шпаргалки до совершенства. Вспомогательный инструмент для сдачи экзамена или зачета превратился в хитроумную систему из бумажек, а иногда и с техническими хитростями. Один из преподавателей Сопромата Донбасской государственной машиностроительной академии решил собрать самые незаурядные шпаргалки. Я объявил прямо в аудитории, что если вы принесете оригинальную шпаргалку, потому что такую гармошку традиционную я уже не считаю оригинальной, хотя мои некоторые коллеги считают, что вот это баловство, если уж писать, то лучше такую писать, но это не оригинальная шпаргалка. Если вы принесете оригинальную шпаргалку и не списывать не будете, а отдадите мне до экзамена, я вам помогу сдать экзамен. Ну там чуть-чуть помочь, чуть-чуть подсказать, это всегда вот. Ну и в общем-то возымело действие. Первые шпаргалки, сданные студентами преподавателю, были самые простые и всем хорошо известны. Это лист бумаги, свернутый гармошкой, текст, спрятанный в зажигалке, еще кассета, где пленка заменяется лентой с формулами. Но постепенно мысль будущих технорей совершенствовалась, и шпаргалки становились все более оригинальными. Так ко мне подошел студент на консультацию перед экзаменом, и говорит, можно сдать шпаргалку? И стоит и крутит вот эту линейку. Я говорю, можно. А где она? Он мне показывает. Я ее достаточно долго изучал, не увидел, а потом выяснил, что нужно вот так вот под некоторым углом напротив света смотреть, вот здесь выцарапаны формулы. Увидеть ее просто так практически невозможно. Вот эту шпаргалку, вот эту и вот эту шпаргалку мне принес один парень, который, в общем-то, занимается достаточно прилично. И я даже не предполагал, что он будет списывать. Он и не списывал. Он просто сказал, можно вам принести оригинальные шпаргалки? Можно. Пожалуйста. Вот он, ручка, ручка как ручка. Ну, когда-то она писала, сейчас, наверное, уже подсохла. А сама шпаргалка достаточно оригинальная. Вот она. Смотрите, сколько трудолюбия нужно вложить, чтобы вот это вот все. А потом преподаватель идет, он ее быстренько вставил и продолжает писать. Вот. И вот эту шпаргалку он тоже принес. Он не пользовался ей. Он мне потом, перед экзаменом, показал, как надо пользоваться. Он ее клипкой лентой прикрыл, пилка в луку. Потом, он говорит, сажусь, нога на ногу, открываю. И вот здесь полный конспект, полный. Вот это наиболее полная шпаргалка с полным конспектом. А потом, я точно так же спокойно выхожу за аудиторию, и никто же на каблук смотреть не будет. Списать у Леонида Владимировича практически невозможно. И фраза «Сдался, промат, можешь жениться» здесь весьма уместна. Хотя некоторые студенты умудряются и обмануть доцента. Вот лежит пачкой сигарет. Ну, я походил, походил по аудиторию, вроде пачка, пусть лежит пачка. А потом, ну, подожди, занятие, вернее, экзамен. Идет три часа. Неужели так уж хочется покурить? Подошел, начал смотреть. Ну, оп. Ну, что здесь? Повыдергиваю эти бумажки, не вытаскивается. Повытаскивал, не вытаскивается. Кладу. А он сидит, ухмыляется. А у меня вот эта вот ухмылочка. Не по себе. Думаю, что-то не так. Я ее вот так вот положил и ушел. Думаю, если она будет повернута, пачка сигарет, значит, он ее брал. Значит, она ему нужна. Подхожу через какое-то время, лежит в другом положении. Ага, значит, брал. Начинаю исследовать глубже. Взял и так, и так, и так. И, наконец, нашел в поргалку. Вот она изнутри. Раскрыть и пользоваться. Ну, идея понятна, да? Дальше пошла уже в поргалка. Так, более того, я уже потом выяснил. Они еще пронумерованы по номерам вопросов. Доцент Леонид Кутовой говорит, что студенты в последние два года стали слишком ленивы. Никакой фантазии. Сплошные примитивные шпоры. Хотя на прошедшей летней сессии один из студентов принес ему на вид самую обыкновенную рубашку. И представил ее как шпаргалку. Фокус состоял в том, что заветный листик с формулами был спрятан внутри воротника рубашки. И прикреплен к последнему на резинке. Если вы думаете, что этими шпаргалками студенты сегодня не пользуются, то глубоко ошибаетесь. Редко кто приходит на экзамен без потайной шпоры. Вы сейчас не списываете? Нет, я сейчас не списываю. Но я сейчас пользуюсь конспектом. Люди, если некоторые боятся, они там достать, надо быть попроще чуть-чуть. Можно спрятать так, что не увидит. А может просто увидит, просто не подаст виду. У меня была контрольная по экологии. Она мне сказала ученица, что списывать не даст. Поэтому все формулы надо было выучить. А мне тогда не хотелось учить. Я вспомнила, что видела у девушки на руке формулы. И поэтому я решила использовать. Все-таки повезло мне. Меня не заметили. Я сидела на первой парте и преподавательница не заметила. Написать шпаргалку одно. Главное уметь ей воспользоваться. Если на экзамене у вас трясутся руки, и вы этими руками пытаетесь удержать, спрятать, развернуть шпаргалку, если вы при этом еще смотрите украдкой на преподавателя, зажимаясь каждый раз, когда он посмотрит в вашу сторону, тогда шпаргалка вам не поможет. Хотя... Пишите шпаргалки, приносите на экзамен, но не пользуйтесь. Потому что пока вы переписываете, вы повторяете материал. Вот для этого приносите. Пусть она душу греет. Шпаргалки пишут для того, чтобы вспомнить забытое или вообще неизвестное. Но самое главное, что при написании шпаргалки вы волей или неволей получаете знание. Если не удастся воспользоваться ей, есть шанс, что вы хоть что-то вспомните. Естественно, в том случае, если вы сами писали ее. Шпаргалка также придает уверенности на экзамене, а это немало. Но помните, что самая главная и незаменимая шпаргалка – это ваша голова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова